Всем привет! Очередной обзор игрушки для программистов. Называется игра TIS 100. Ну я ее давно приобрел, она какую-то ерунду стоит. Так вот, когда я купил, а кто-то просил сделать обзор, а я посмотрел, отзывы очень положительные. Когда я купил, запустил, посмотрел на это в добро и закрыл. Потому что я подумал, блин, да ладно, это что игра? Вот буквально недавно решил все-таки посмотреть, что это такое, и могу сказать, действительно прикольная игруха. Первое, смотрите, мануал есть, вот, соответственно, нажав на этот мануал, откроется руководство по командам. Да, но что такое TIS 100? Ну TIS 100 это игра, 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 то есть это, короче, какая там задача. Задача надо переписать поврежденные блоки кода, чтобы починить компьютер TIS 100. То есть это такой, типа, древний компьютер, программирование ведется на языке, похожем на язык ассемблера. Вот, могу сказать, довольно интересная игрушка, то есть головоломка. Инструкции здесь не так уж и много, вот. А, и фишка какая? Фишка в том, что здесь блоки, ну вы сейчас увидите блоки, и все работает, как бы, все блоки многопоточные. Все сегменты, все блоки, они работают в многопоточном режиме. То есть все блоки, которые вы увидите, выполняются одновременно. Ну, давайте, я тут три уровня прошел, а их всего лишь вот столько. Ну, как всего лишь, мне кажется, довольно сложно, сложные в конце. Ну, давайте пройдем первые три. Давайте, вот я выберу, но я, давайте создам новую программу. Create new, вот. Смотрите, есть блоки, вот эти блоки. Есть поврежденные блоки. И есть задачи. Ну, давайте прочитаем. Read a value from in x, вот in x. То есть сюда заходит значение. Так вот, прочитать значение отсюда. То есть вот входные данные. Смотрите, in x, in a. То есть на вход x будут подаваться данные, на вход a подаваться данные. На выходе x должна быть 51, на выходе a 68. То есть по факту пробросить данные отсюда, вот сюда. И аналогично здесь. Зашли в in a, нужно пробросить вот сюда. Для того, чтобы пробрасывать данные, есть инструкции. Ну, в данном случае, move. Что это делает? Move up откуда? Вот данные отсюда заходят. И куда? Down. То есть переместить какую-то информацию из какого-то блока в какой-то. В данном случае, смотрите. Move up перемещаем из сверху вниз. Здесь тоже. Из вверху вниз. Сверху вниз. Соответственно, эти данные давайте выполним по шагам. Step. Первый. Теперь смотрите. Зашло число 51. Следующий шаг. Кликаем. Перебросилось сюда. Следующий шаг сюда. Следующий шаг сюда. Как мы видим, давайте следующий. В out x у нас число 51 появилось. Дальше у нас идет 16, а вот 62. То есть, как вы видите, на каждом шаге у нас заходят данные. И, то есть, они все блоки работают одновременно. То есть, работают инструкции. Теперь смотрите. Здесь какая борода. Здесь 68 заходит, но оно никуда не проталкивается. Что здесь нужно сделать? Ну, здесь первое. Move up. Получили значение изверха. И перекинем right направо. Здесь move left. Мы же с левого блока получили. И нам down. Так, а тут копировать? О, копировать можно. Делаем. А здесь у нас из справа переместить налево. Ой, вправо. Так. Блин, а тут налево. Я что-то уже туплю. Уже ночь глубокая. Налево. Потом вниз-вниз. Здесь направо. А здесь получили. Так, давайте попробуем по шагам. 68 зашло. 68 сюда перебрасывается. Я туплю. Не слева, а справа. Как вы видите, неправильно. Ой. Давайте. Right. Так, давайте. Вот 68 улетает. И давайте запустим все. Ну, как вы видите. Ну, здесь. Дынь. Такой звук. Теперь смотрите. Есть статистика. В этой статистике указано количество циклов. Количество задействованных узлов. 8 было. И количество инструкций. Да. Я так понимаю, если кто-то еще будет выполнять, то мы увидим, ну, как бы статистику, да, кто лучше сделал, кто хуже и все такое. Первую задачу решили. Давайте сделаем вторую. Я тоже. Так, еще по первой. Ну, по первой все легко. Я помню просто примерно, как я это делал, поэтому давайте вторую задачу сделаем. Что во второй задаче? Во второй задаче нужно прочитать значение a из in a, дальше double the value, типа увеличить, да, в два раза, и записать значение выходной в out a. По факту вот сюда. То есть по факту получить значение, суммировать его, я так понимаю, ну, короче, увеличить два раза, блин. И добросить вот сюда. Инструкций на самом деле немного. Если вы это укроете руководство, ну, либо же в интернетах найдете, то там не так уж много здесь инструкций, да, в этом языке. То есть есть инструкции, которые ничего не делают, например, но она нужна для того, чтобы, потому что все блоки выполняются, да, они много, ну, это многопоточная среда, они одновременно. Соответственно, местами нужно просто ничего не делать, чтобы пропустить операцию. Есть команда move, записывать из одного в другое. Есть команда сложения, есть команда обмена данных, есть команда сохранения, есть команда прыжка. Вот. Ну, те, кто знаком с ассемблером, тот, в принципе, должен легко разобраться. Кто не знаком, тому достаточно открыть документацию, и довольно там все просто. Вот. Ну, изучить эти команды, и все. Дальше это, как бы, головоломка вот в таком виде. Довольно интересно, могу сказать. Мне, в принципе, понравилось. Потому что изначально я запустил, и что-то аж ужаснулся. Думаю, да, елки-палки, быть такого не может. Вот. Итак. Давайте решим эту задачу. Что нам надо сделать? Move. Верхнее значение и АЦЦ. Что такое АЦЦ? Есть регистры. Здесь. Здесь есть регистр АЦЦ. Это для сохранения, ну, значений каких-то временных, да. И есть еще, сейчас я тут руководство открыл. Так. Это внутренний тип регистра. Основной регистр хранения. Вот. АЦЦ используется как оперант источник и оперант получатель. Вот. А есть еще внутренний. Back. Вот. Он только внутри того внутренний. А, внутренний. Для чего надо? Из него нельзя произвести запись или чтение, ну, напрямую обращаться. То есть сюда можно его сохранить какое-то значение. Произвести операцию с АЦЦ, а потом, например, поменять местами. Для этого есть команда SVP. Вот. Ну, короче, об этом. Если вас заинтересует игра, то об этом все вы узнаете и разберетесь. Итак, смотрите, что я делаю. Я перемещаю входное значение в регистр ACC. Дальше. Дальше выполняю инструкцию ADD. Так, ADD, где тут ADD? Так, значение. Вот здесь, вот это значение прибавляется к значению ACЦ. То есть, к примеру, если я напишу 10. Ну, давайте выполним. В ACC добавилось 66. Как вы видите, 76 стало, да? То есть, понимаете, ADD, что оно делает? Оно суммирует, оно прибавляет к регистру ACC вот это вот значение. В данном случае мы к регистру ACC добавим себя же. Вот. И, и дальше пробросить ACC надо даун. Вот так вот. Скопирую. Дальше. Ой-ёй-ёй, даун-даун. Дальше. То, что получили сверху. Да, елки-палки. То, что получили сверху, пробросим вниз. А здесь то, что получили сверху, пробросим влево. А тут пробросим то, что получили... Блин, влево, вправо. здесь то что получили слева пробросим место пробуем 68 вот 132 68 вот входные данные а вот то что должно быть на выходе вот то что мы получаем вот так давайте запустим так и тут а разные тесты вот с разными значениями и так вот статистика 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 есть и теперь давайте выполним третью задачу и все 3 задача уже поинтереснее смотрите прочитать значение из а и из б дальше записать in a минус in b в вот сюда а сюда записать in b минус in a то есть прочитать значение тут и тут прочитать дальше получается от а отнять b и результат прокинуть сюда а здесь от b отнять а и результат прокинуть сюда то есть соответственно нужно не только сюда про сделать вычисление но еще получить обмен ну как бы пробросить еще друг другу значения вот и потом прокинуть вниз и так ну как минимум смотрите как я это решал перемен берем значение об и перемещаем регистры и сиси здесь в принципе то же самому об и сиси дальше переместили потом что я делаю есть такая инструкция с сайф ну сокращенно сау вот это что что это делать это инструкция записывать значение регистра и сиси в во временное хранилище вот записал во временное хранилище дальше здесь делаю то же самое сейф потом здесь выполняем инструкцию сад инструкция саду берет значение вот это вот значение и вычитает вот это значение из а и сиси то есть что я делаю я беру вычитаю давайте сначала вот здесь делаем вот так тут что я делаю move к и сиси право не вы плит влево опять перепутал влево то есть данном случае я сохранил значение и я его пробрасываю сюда а здесь я беру райт то есть у нас многопоточный каждый блок работает параллельно друг другу знаешь на эти на первой инструкции мы сохранили следующая инструкция то есть у всех мы получили мы сохранили значение в сиси дальше сохранили во временное регистр дальше нужно пробросить то есть если я здесь например напишу муж и сиси то смотрите что получится сохранили записали во временное значение а теперь попробуем выполнить а программа не выполняется почему не выполняется потому что мы пытаемся в 1 на одной и той же итерации пробросить и туда и сюда а так не бывает чтобы два значения то есть это как труба только в одну сторону льется либо в одну либо в другую здесь получается одновременно передается значение значит что значит это это здесь проблемка и эту проблемку надо как добыть ей обошел так на третьем шаге я перебрасываю значение и сиси сюда а здесь я выполняю инструкцию сам что такое сап она берет вот это вот значение вот и от и сиси отнимает вот это вот исто вот этот источник этим источником как раз будет то что придет отсюда дальше я отнял дальше выполняю команду с виппи и своп это меняет местами и сиси и бэк значение то есть что я этой сиси отнял то что сюда пришло и поменял местами а в бэк у меня сохранилась изначальное значение так и вот это изначальное значение и сиси я теперь перебрасываем вот сюда то есть что я делаю тут тут когда выполняется здесь команда свп на своп я делаю точно так же своп и на следующем шаге я делаю сабу лэфт сабу лэфт то есть получается отнимаю вот это значение которое было проброшено сюда от и сиси дальше чё я делаю дальше просто пробрасываю все вниз здесь же мне не только пробросить не надо сделать опять обмен значений вот потому что во временном регистре лежала правильное значение это in a минус in b и пробросить все это добро дам давайте скопируем и здесь все все по моему ой тут уже не и сиси тут же об мы же значение сверху получили вот так ну то есть довольно занятная задачка так это только третье а какие там дальше будут какие там дальше будут это вопрос но честно говоря мне понравилось я был худшего мнения об этой игре так сказать встретил по одежке а проводил по уму ну тесты проходят вот я думаю здесь можно обойтись меньшим количеством инструкций мне так кажется где-то можно схитрить вот наверное так вот я выполнил всего 355 циклов шесть узлов задействовано и вот количество инструкций вот ну вот еще какие-то сегменты задача вон записать значение 1 во уже если им больше нуля если равно 0 если меньше нуля о он дальше что у нас тут в этом а в этом в этом тоже ну условия понять не несложно поэтому как по мне игрушка очень интересная поэтому почувствуйте себя олдскульным ассемблер щекам вот и постарайтесь выполнить все задачи за минимальный количество инструкции потому что каждая инструкция вы должны понимать она потребляет электро и энергию вот соответственно когда-то давно каждая инструкция считалась да и принципе сейчас может считаться на всяких устройствах в которых там пару килобайт памяти или килобайт памяти и которое должно питаться там от батарейки соответственно оптимальная программа проработает дольше чем не оптимальная ну на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока ну